Почему решил продолжить свою карьеру как хоккейный арбитр? Ну все просто, я всю жизнь стал хоккею, занимался 17 лет, ну и по сути в жизни ничего больше не умею, кроме как играть в хоккей. Сейчас начал в правилах разбираться немножко, поэтому решил так. На самом деле я попробовал, мне очень понравилось, такая интересная работа. Вот просто обычно, знаешь, все после карьеры идут тренером, каким-то специалистом по катанию, а ты решил стать арбитром, то есть это довольно необычный такой выбор. Ну вот я вот в том году, получается, я сделал операцию в августе месяце и попробовал себя арбитром. Сначала на любителях, потом запустили на детях, попробовал. Ну и потом назначили на 2006 год лайнсманом, вот мы с другом, с бабушкой, с партнером по хоккейу, можно так сказать. Попробовали, понравилось, почему бы и нет. А было такое, что кто-то кого-то подговаривал? Не знаю, никогда ничего не было, просто как-то так совпало. Ну, нас знают же тут и тренера, и представители советского корпуса, они позвали на просмотр, предложили как-то. И нам с ними понравилось, втянулись в это все. Собственно, пришлось, наверное, проходить обучение, все равно доучивать правила, потому что вряд ли все знали прямо-таки. Вот насколько сложно вообще было это обучение и, может быть, продолжаешь до сих пор? Я скажу больше, что с вероятностью 99,9% хоккеисты правил не знают это слово совсем. Даже сейчас мы начали судить, все спорят, пытаешься им объяснить, и они, когда только ты им объясняешь, до них доходит, что да, они не правы. А так, я всегда, когда играл, всегда на суде и сам кричал, ругался с ними. И теперь я понимаю, что да, я был не прав, что правил очень много, они бывают где-то разные. Грубо говоря, есть, ну, дети, да, до ЮХЛ, ЮХЛ в том числе, это одни правила. МХЛ, КХЛ, МХЛ тоже другие правила. Собственно, уже отработал в МХЛ матч, вот что за это время успел еще заметить, такого вот именно со стороны арбитра, чего раньше не видел, не обращал внимания, может быть? Я первый период вышел, на самом деле мы с партнером, ну, допустили пару ошибок именно в первом периоде, потому что первый матч в МХЛ, трибуны свои, нас как бы там все знают, все болельщики ходили на нас, и ходят сейчас на нашу молодежку, и когда сказали там, что линейные судьи, линейные бабушки на ней там, ну, видно, что будет, как так, вроде же, вот играли недавно. Ну, сначала волнение было, да, мандраж, а потом как-то успокоились, все нормально получилось. А знаешь, обычно в хоккей, когда там на молодежку выходишь или в КХЛ, там две-три сменки и вроде полегче, а здесь у тебя такого нет, ты постоянно в игре, в какой момент становится легче? Самое легче, когда ты свистнешь стопроцентно вне игры или стопроцентный проброс, это как у линейного судьи, если у главного, то это когда ты вот, ну, дашь удаление первое, когда ты успокоишься. Вот принято у главных судей, как нам объясняют, что первое удаление должно быть стопроцентным, чтобы ты и сам успокоил, и игру успокоил тут, то есть там еще какой-то там зацеп, там мини-падение как-то, ну, как-то, даже сам дашь, и ты будешь не уверен, ну, прав ты или нет. Если стопроцентное удаление ты дал, допустим, мне там вне игры проброс свистнул, то ты уже в себе уверен, что, ну, ты видишь игру, чувствуешь их. А что было самое сложное при вот обучении? Самое сложное, ну, лично для меня, это перестать смотреть хоккей и думать за хоккеистов, куда бы я дал передачку, куда бы я бросил и так далее. Первое время с этим очень тяжело было. Насколько вообще приходится менять вот это вот мышление? Кардинально, я скажу кардинально. То есть, ну, бывает, ты думаешь за хоккеистов, когда, допустим, на линии или там, в главном суде тоже самое, когда он там дойдет до зоны, допустим, там, оставит он ногу, не оставит, как бы ты бы сделал в этой ситуации, ну, как-то потом уже со временем пристаешь, ну, быть этим хоккеистом и уже начинаешь работать с судьей, смотреть за игроками, а не думать об игре там или еще что-то. А учитывая, что родная команда, наверное, было еще больше переживаний, или, может быть, наоборот, помогло немножко с дебютом, не было желания им подсказать? Нет, ни в коем случае, нет. Даже, ну, родная команда, да, но с этой родной командой там, грубо говоря, я никого не знаю, со мной никто не играл, там остался один тренер по вратарям, и то как-то он то ли не узнал, то ли забыл, может, как-то даже там, мимо лавки проезжал, даже там ничего не говорил или не знаю, но в игре сам был. Собственно, ты был участником Кубка Вызова, по-моему, даже выигрывал. Да. А вот расскажи, какие у тебя цели на этот сезон в качестве арбитра в МХЛ, может быть, отработать арбитром Кубка Вызова? Ну, это хороший вопрос. Конечно, наверное, каждый как, каждый арбитр, даже как хоккей, скажем, человек в своей какой-то профессии стремится к чему-то большему, пытается доказать, что именно он должен там поехать, ну, как вызывали там, на плей-оффы ходить или так далее. Ну, это, думаю, это у каждого человека, в каждой профессии такое, что ты постоянно к чему-то стремишься. Лично я хочу, допустим, нелинейным судью, мне главным больше нравится быть, кому-то наоборот, кому-то линейным больше нравится быть. Мне как-то вот, ну, пробросы вне игры, не то, что неинтересны, как-то мне удаление более интереснее давать, нежели смотреть там пробросы. Как-то вот судил ЮХЛ главным, и там прям ты весь в игре, и там ты видишь и пробросы, и удаление, и лайнсу нам свои подсказывают, это игрокам тоже подсказываешь. Как-то главный более интересный, ты прям весь в игре погружен. Давай проясним, что нужно сделать Никите Линнику, чтобы стать главным арбитром? Каждую игру тут работать без ошибок, без ошибок. Я думаю, что это главное, потому что, ну, если, допустим, лайнсман ошибется, там, при пробросе, допустим, да, когда шайба перешла красную линию, он поднял руку вверх, показывая, что это пробросы. Сбрасывание может быть в второй зоне выигранное сбрасывание, просто гол. То есть это будет считаться твоя ошибка. И ты можешь самым, ну, подставить одну из команд. А, собственно, чтобы становиться лучше, наверное, надо еще и смотреть за лучшими, да, вот. Насколько ты теперь еще смотришь, может быть, игры КХЛ, например, и обращаешься на работу арбитров? Если честно, я КХЛ начал смотреть намного больше матчей, даже, ну, они у нас идут ночью, я ночью сплю, частенько смотрю матчи, особенно, когда работают судьи, которые, вот, я работаю еще на видеоголе, я здесь в Амуре у нас. И вот Оленин Константин, я вот за ним прям пристально смотрю, мне нравится его поведение, его жесты, его речь, как он поставлен, он прям уверенно в себе судья, мне прям, не знаю, как-то прям приятно смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok